9 апреля пресс-секретарь вице-премьера Армении Нжди Авсипян в беседе с армянскими журналистами заявил, что властям республики нечего добавить к распространенному накануне заявлению командующего российской миротворческой бригадой в Нагорном Карабахе генерала Рустама Мурадова о том, что возвращение известным авиарейсам так называемых «пленных», о котором уже два дня гремят армянские СМИ, не планировалось. «Это ложная информация. Спросите у них. Они вводят в заблуждение населения. Это был обычный простой визит», – заявил Мурадов на вопрос о том, почему власти Армении распространили подобную информацию. Армянский источник НьюзАм утверждает, что идея о возвращении так называемых «пленных» была озвучена пресс-секретарем премьер-министра Армении Манэ Геваркян. Позже, как уже известно многим нашим зрителям, эта информация была опровергнута, в первую очередь, азербайджанской стороной. Здесь есть довольно интересный момент. Информация об обмене появилась на пике протестов родителей армянских военных, останки которых все еще находят в освобожденном Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах. Это очень болезненная для Армении тема. Таких тем несколько, и все они связаны с апокалиптическими страхами общества. А человеческими страхами, как известно, очень легко манипулировать. По этой причине армянское политическое поле сейчас весьма нестабильно. Тут говорят все и обо всем. При этом состояние госаппарата в республике в данный момент напоминает Азербайджан 1992-1993 годов. Соответственно, если предположить, что команда Пашиняна внезапно попыталась бы действовать исключительно в духе приверженности договоренностям от 10 ноября прошлого года, то ничего большего, чем то, что мы наблюдаем сейчас, из этого не вышло бы. В очередной раз напомним армянской стороне и нашим зрителям, что военнопленных у азербайджанской стороны нет. А те, что были, давно переданы властям Армении. У нас есть лишь террористы и диверсанты, которые уже после заключения соглашения о прекращении огня осуществили ряд грязных акций на освобожденных нами территориях. Кстати, реакцию российской стороны в лице генерала Мурадова, о которой было сказано ранее, можно считать довольно сдержанной. В конце концов, если пресс-секретарь премьер-министра Армении Маннеги Варкеан озвучивает дезинформацию по довольно щепетильной, чувствительной для армянского общества теме, которая еще и вводит в заблуждение, как выразился сам генерал, население на территории за безопасность которой отвечает именно он и его бригада, то речь идет не просто о халатности, а о преступной халатности как минимум части представителей госаппарата Армении. Преступной, потому что любая дестабилизация в данный момент может привести к человеческим жертвам. Именно это и отличает халатность от преступной халатности.